Репрессии продолжаются. Об этом будем говорить сейчас в нашем эфире. Алексей Левченко, заместитель главного редактора российского издания «Верстка», с нами на связи. Приветствуем вас в нашем эфире. Здравствуйте. Доброе утро. В частности, это была его должность на тот момент. И говорим, что главная задача, которую ставил Сталин перед теми, кто исполнял его задачи и преступные приказы, это было все-таки склонить всех тех, кто был против тогда режима, и быть лояльными к тому режиму, который был тогда. Если мы говорим о нынешних репрессиях, мы прекрасно понимаем, что, наверное, здесь более широкая задача сейчас ставится Кремлем и лично Путиным. Это не только склонить и быть лояльным к власти, а это еще определенные аспекты, которых пытается достичь Путин таким образом. Если мы говорим об этом, Алексей, как вы считаете, какова главная все-таки задача репрессионной машины, которая сейчас действует в Российской Федерации? Это все-таки склонить и быть более лояльной к власти, либо же просто, ну, скажем так, закрыть рты тем, кто высказывается даже минимально относительно того, что происходит не только в Российской Федерации, но и тех действий, которые Российская Федерация сейчас продуцирует на территориях других государств? Задача репрессивной машины, безусловно, включает в себя обе эти цели и создание лояльного большинства и сделать так, чтобы не было никакого противодействия в данном случае проведению войны в первую очередь. И более глобальная цель – это чтобы не было угрозы для самой власти, чтобы ее можно было так или иначе пошатнуть, сделать более уязвимой и в конечном итоге, чтобы не было угрозы ее поменять. Ну и, безусловно, здесь есть вторая цель – это сделать так, чтобы люди боялись репрессий и боялись, соответственно, как-то выражать свое реальное мнение. Но надо понимать, что репрессии в России довольно хаотично происходят сейчас. То есть, если мы посмотрим на то, как правоохранительные органы или как политический аппарат реагирует на те или иные действия своих оппонентов, мы видим, что какая-то часть людей вообще исключена из репрессивной машины. То есть, Игорь Гиркин или Евгений Пригожин говорят вообще такие вещи, за которые все остальные получают многолетние сроки. И им ничего, им все это сходит с рук. И вот эта двойственность, двусмысленность, она на самом деле не способствует тому, что репрессивная машина выглядит как-то суперлогично, суперпонятно и вызывает много новых вопросов. Алексей, я бы хотел добавить еще цитату, что власть в России будет постепенно раздвигать границы дозволенного, хотя может до конца и не понимать, есть ли у нее внутренние пределы в закручивании гаек. Такое мнение в интервью ресурсу «Медуза» высказал белорусский политолог и приглашенный эксперт Берлинского центра Корнеги Артем Шрайбан. Давайте послушаем и обсудим. Си как газ. Если есть куда расширяться, они будут заполнять все доступное им пространство, пока правящие элиты или общество не станут этому сопротивляться. Это не всегда происходит потому, что какой-то конкретный злодей решил довести террор до максимума. Репрессии – самовоспроизводящийся механизм. Они создают класс своих бенефициаров, силовиков-карьеристов, для которых борьба с врагами становится карьерным лифтом и стахановским соревнованием между собой. Как только такие стимулы в системе заработали, ей больше не нужна команда сверху, чтобы искать новые формы жестокости. Психика человека держится за привычные, пусть и неформальные нормы сосуществования с государством. Но белорусский опыт учит тому, что эти нормы крайне неустойчивы, когда власть катится в бездну реакции, а общество слишком атомизировано и запугано, чтобы этому противостоять. Артем Шрайбман, белорусский политолог, в интервью «Медузе». Кстати, Беларусь еще сегодня с вами обязательно обсудим, но пока о России хотелось бы еще поговорить. Я фактически каждый день обсуждаю эту тему, спрашиваю, а какие критерии, например, дела о фейках. Есть там Карамурза, 25 лет за решеткой, есть Яшин, 8,5 лет за решеткой, далее. Есть один также из последних примеров, это барнаульская журналистка Мария Пономаренко. Ее вообще тут часть вторая статьи 207.3 УК, в которой говорится о совершении преступления по мотивам политической ненависти. Ее осудили на 6 лет. Соответственно, есть ли какие-то критерии, кроме телефонного права? Позвонил и сказал, вот Карамурзе, он не только по фейкам, он вообще всех достал, ему по максимуму дать. Ну, как я только что сказал, на самом деле критерии очень размыты. И совершенно непонятно, почему одна часть преследуется, а другая говорит и делает все, что хочет. И в этом смысле мы не можем говорить о каких-то ориентирах. То есть понятно, что есть некоторое нарастание репрессивной машины, есть некоторая прогрессия. Потому что сначала там давали 6-8 лет, как Яшину, потом Карамурзе дали 23 года. И при этом растут не только сроки и количество преследуемых, но и постоянно власти продуцируют новые идеи. За что преследовать количество идей, какие еще уголовные статьи добавить в кодекс? Они с каждым днем просто становятся их все больше. Вот там уже вчера депутат, коммунист Матвеев предложил сажать за то, что люди производят панику на фронте. Это имелось в виду вот эта реакция военкоров, которые в четверг привиделось российским военкорам контрнаступления. И они об этом стали массово сообщать в своих телеграм-каналах. Вот уже за это как бы тоже предлагается сажать. И после этого, значит, Министерство юстиции говорит, что нужно еще сажать за русофобию, хотя еще никто не знает, что это такое. А еще они хотят репрессировать людей, которые помогают иностранным агентам, но неизвестно, что имеется в виду, никаких третьих лиц. И постоянно как бы возникают какие-то новые идеи. И действительно в этом смысле репрессивный аппарат, он действительно работает как газ и как что-то такое. То есть он постоянно как бы самораскручивается. Постоянно происходит вот это самовозгорание, самонакручивание и попытка создать какое-то всеобъемлющее ощущение угрозы, которая, конечно, в какой-то момент достигнет своего предела. И как это обычно в истории бывает, в какой-то момент элита решает, что это слишком дорогая цена, и это слишком небезопасно существовать в таком режиме. И вопрос, когда это наступит, он, тем не менее, серьезный. Кстати, о посадке за русофобию. Хотелось бы тут уточнить, а сажать за русофобию будут тоже русских? А, в данном случае любой человек может оказаться, конечно же, фигурантом данного дела, в том числе и русский. Почему нет? Ведь что является русофобией? Ну вот да. Вот наш с вами разговор сейчас тоже легко можно назвать русофобией, потому что мы говорим какие-то критические вещи. Да нам с вами тут можно, да, все что угодно. Русофобию, инакомыслие, да, и все что угодно. На самом деле, то, что сейчас используется в Российской Федерации, все к нам с вами применимы ярлыки, которые навешивают. И абсолютно так и есть. Ты хотел продолжить, Сергей? Я бы хотел еще, да, о Беларуси спросить. На самом деле, важная тема. В ОБСЕ представили доклад о положении дел в Беларуси в рамках московского механизма. Это метод работы ОБСЕ в области человеческого измерения по инициативе стран-участниц, введенного еще в 1991 году. В докладе говорится о нарушениях прав человека, которые происходят на регулярной основе, включая применение пыток задержанным, бесчеловечные и унизительные условия содержания в тюрьмах, безнаказанность за злоупотребление и нарушение, отсутствие независимой судебной системы и справедливых судебных процессов. Об этом заявил в частности посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер и отметил, что сейчас в Беларуси насчитывается не менее 1486 политзаключенных, людей арестовывают и сажают в тюрьму не только за размещение, отличающейся от официальной точки зрения в социальных сетях информации, но и просто за доступ к несовпадающей с официальным курсом информации со своих устройств. По словам посла США в ОБСЕ Майкла Карпентера, режим Лукашенко элементарно мстит собственным гражданам за события 2020 года. Но, во-первых, хотелось бы спросить у вас, согласны ли вы с такой формулировкой. Я у всех гостей наших спрашиваю, потому что, по-моему, как нельзя лучше Карпентер описывает все, что происходит. А с другой стороны, вот буквально накануне в нашем эфире Евгений Смирнов сказал, что адвокат, который представляет правозащитный проект Первый отдел, он сказал, что, по сути, сейчас в адвокатском сообществе говорят они между собой, что посмотри, что происходит в Беларуси, значит, точно через пару месяцев это будет происходить в России. Так ли это? Действительно, если мы посмотрим на тот образец, которому Россия, российские власти могут стремиться, то, конечно, до Беларуси им пока далековато. У меня есть знакомые белорусы, которые имеют по 6-8 уголовных дел, и в России я таких людей почти не знаю, именно политические уголовные дела, 6-8, да, представьте себе. Практически миллион человек, который вышел на улицы в 2020 году, каждый из этих людей так или иначе подвергся тем или иным преследованиям по итогам этих протестов. К каждому пришли, к кому-то просто с обысками, к кому-то просто с разговорами, но очень многим достались уголовные дела, пачечками, очень многих отправили в эти изоляторы посидеть в родину, кого-то отправили на много лет. И эти репрессии там продолжаются, потому что Лукашенко нужно как-то сохраняться. Как только он ослабит репрессии, я думаю, что ему все это вернется, поэтому он старается держать марку. В этом смысле, конечно, Россия пока гораздо более либеральна, если можно так сказать в кавычках, потому что здесь гораздо меньше встречаются такие вот массовые преследования. Здесь все-таки далеко не каждому пришли, кто выступал на митингах в поддержку того же Навального или против войны. Но, тем не менее, действительно общий тренд таков, что в этом смысле Россия пока идет в том же направлении, но чуть-чуть помедленнее. Вот, кстати, цитата, которую я приводил, недословно, естественно, Евгения Смирнова, что Россия использует Беларусь в качестве полигона по обкатке репрессий, поскольку Минск в этом опередил Москву. Именно такое мнение в эфире нашего телеканала накануне высказал Евгений Смирнов, как я уже говорил, адвокат, который представляет правозащитный проект «Первый отдел». Давайте сейчас послушаем. Всем напомникам, как в Беларуси сажали людей за то, что находили у них не те подписки на телеграм-каналы, но в Россию все это, конечно, пришло. И теперь в России также при въезде, при выезде на границе проверяют телефоны, смотрят подписки на телеграм-каналы. Если ты, не дай бог, не на то подписан или даже переписывался с друзьями на ту тему, то легко можешь отправиться на просто долгие годы за решетку. Здесь еще и страх движет руководствами наших стран, потому что они боятся людей. Они боятся людей и стараются все сильнее закручивать гайки, дабы обуздать общество от повторения того, что было в Беларуси в 2020 году. Только повторение уже с большим размахом и, пожалуй, с, как бы сказать, наверное, с агрессией по отношению к представителям власти. Ну, смотрите, если, по сути, является Беларусь обкаткой, полигоном для обкатки и репрессий, которые потом применяются так или иначе в России, вот вчера буквально тоже обсуждали эту тему, что, а на что рассчитывать российским гражданам тогда? Россию исключили из Совета Европы. Рассчитывать на решение Европейского суда по правам человека теперь не стоит. И вообще изначально Кремль говорил, что наша Конституция превыше всего, а ваш там ЕСПЧ – это так, до лампочки, мягко говоря, да, если говорить простым языком. Вот, соответственно, а что тогда делать, кроме как выезжать из страны? Есть ли какой-то вариант, так как рассчитывать на российскую Фемиду серьезно не приходится? Если говорить о способах защиты внутри страны, то, конечно, их становится все меньше и меньше, а, соответственно, судебная машина работает все более произвольно. Тем не менее, если вы не суперизвестный активист, то, скорее всего, есть шанс, есть независимые все еще адвокаты, есть независимые правозащитники, которые оказывают ту или иную поддержку, и они могут добиться каких-то, ну, хотя бы смягчения, либо каких-то условных приговоров. То есть, если это не человек уровня Илья Яшин, там, Алексей Навальный, или какая-то личность, которая очень яркая, то теоретически можно найти хорошего адвоката, и как-то будет проще. Но в целом, конечно, механизмов защиты становится все меньше и меньше, и в какой-то момент может случиться так, как это случилось в Белоруссии, где, например, сейчас практически невозможно найти адвоката, если вас задержали по политическим причинам, и невозможно его найти, потому что все адвокаты уехали. Вот. В России тоже есть тренд на выдавливание адвокатов из страны. Адвокатов, журналистов, которые покидают Российскую Федерацию, понимая прекрасно, что не то, что они смогут работать, а, да, это в лучшем случае, я прошу прощения, что я говорю, да, свою деятельность вести, а в худшем оказаться за решеткой. Если мы говорим о глобальных процессах, которые происходят в Российской Федерации, Анри Леви, да, его часто очень называют публицист, известный, его часто очень называют министром иностранных дел, по своему желанию, в свое время, в интервью для Лю Пуан, материал делал огромный аналитический, писал о том, что как раз Путин силен лишь нашими слабостями. Он говорил, в частности, и о жителях Российской Федерации. Далее он приводит примеры России и Белоруссии, и говорит о том, что вот эти бумажные тигры, так он их называет, они на самом деле, ну, все-таки держатся на определенных процессах и держатся исключительно на страхе и доверии. Вот как только, я цитирую, бумажный тигр не встречает сопротивления, наступает еще более диктатура и прогрессирует, и когда я говорю слово тигр, я имею в виду это, или в том случае, или в этом случае даже скорее медведь из бумаги. Иными словами, Путин силен лишь нашими слабостями. И диктатура, он говорит, держится, то, что я уже озвучила, на страхе и доверии. Исключительно, если мы говорим сейчас о Путине, а российское общество держится на страхе перед Путиным, либо же еще есть определенные тезисы, которые сегодня мы можем использовать, и они приемлемы для этих процессов? Ну, конечно, институция немножко сложнее устроена, и российское общество фрагментировано. На страхе держатся, в первую очередь, власть держит в страхе ту часть людей, которая теоретически могла бы выйти на улицу, создать какое-то серьезное протестное движение. Это примерно около 30% граждан, которые и в опросах, и на выборах всегда не поддерживали Путина. Это очень серьезная, на самом деле, сила, которая при своей раскрутке, она могла бы привлечь сторонников из числа колеблющихся, неопределившихся, ну, как это обычно бывает при массовых каких-то сменах власти, когда люди выходят на улицы, как это происходит и в демократических странах, когда то или иное активное меньшинство привлекает на свою сторону большинство. Поэтому вот эту часть власть всегда должна держать в страхе, и поэтому основные репрессии направлены на эту часть. С другой стороны, конечно, та часть, которая видит, что та часть неопределившаяся, вот эта вот такая вот, которая колеблется, которая то ли за власть, то ли не власть, а вот просто лучше нас не трогайте, которая составляет относительное большинство, она не будет выступать против, потому что она не видит никаких союзников, и у нее нет мотивации. И, соответственно, главная задача Путина в данном случае это не дать никак прорасти вот этому активному меньшинству. Тогда не будет перетока и сторонников власти в ее противниках. Алексей, будем вас благодарить за эти рассуждения, за ваш анализ. Отдельное, кстати, от меня спасибо еще за статью в верстке о том, почему Путин решился на полномасштабное вторжение, и решился он еще в 2021 году. Алексей Левченко, заместитель главного редактора российского издания «Верстка», только что был с нами на связи.